Добрый день, Надежда. Здравствуйте. Мы с вами на канале Тон ТВ и вы смотрите программу «Как делать деньги». Сегодня мы продолжаем тему недвижимости. С нами на связи из Санкт-Петербурга генеральный директор агентства «Брокер недвижимость», специалист-консультант в области недвижимости Надежда Слитюк. Добрый день, Надежда. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы остановились в прошлый раз на том, что Госдума должна была продлить сроки бесплатной приватизации жилья. И, насколько я знаю, это произошло, потому что были страшные очереди, люди волновались, как это будет происходить. Сейчас продлили приватизацию. Что из этого следует, что нужно для того, чтобы приватизировать жилье и как это сейчас все будет выглядеть? Пожалуйста. Да, приватизацию, к счастью, для очень многих категорий граждан продлили. Владимир Путин, наш президент, внес поправки к законодательству. И на два года приватизация продлена. Теперь, значит, срок приватизации до 1 марта 2015 года. По-моему, если не ошибаюсь, это уже не первое продление, да? То есть продлевали его раза два уже. Если не три. Ну, сейчас это уже окончательно, все, последний срок. Да, ну, говорят, да. Окей. Как будет, на самом деле, время покажет. Но на сегодняшний день все очень рады, потому что конституционные права некоторых граждан были бы, наверное, нарушены. В связи с тем, что многие получают жилье сейчас, после 1 марта. Это касается военнослужащих. Это дети-тироты из детских домов. Это люди, которые участвовали в каких-то боевых операциях, которым тоже предоставляется жилье. Вот эти граждане, они смогут, ну и много других, естественно, могут приватизировать это жилье. Ну, что, в общем, благо, конечно, для них. Ну, соответственно, для тех, кто не успел приватизировать. Кто не успел, тот опоздал. Понятно. А скажите, а для чего вообще нужно приватизировать жилье? Может быть, можно жить себе спокойно, не приватизируя? Ну, да. Ну, в этом смысле идут постоянно споры и разговоры о том, нужно ли вообще это делать. Очень многие боятся налога на имущество очень большого. Есть, конечно, плюсы и минусы приватизации. Я сейчас перечислю плюсы и некоторые минусы. Плюс приватизации в чем вообще заключается самый большой? Как в чем? Плюс, прежде всего, в том, что жилье становится мое, собственное. В этом его плюс. Заметьте, за малые деньги. То есть вы практически за техническое оформление документов платите какие-то деньги, но квадратные метры вам переходят бесплатно. То есть этой опцией просто грех не воспользоваться? Конечно, конечно. При этом вы можете после того, как приватизировали, получили это жилье в собственность, что делать? Распоряжаться им. То есть вы можете продавать, вы можете завещать, вы можете дарить, вы можете наследовать это жилье. Ну, то есть распоряжаться по своему усмотрению. Все понятно. Это плюс. Кроме того, вы можете прописывать туда кого угодно на свое жилье. Если дом, например, сносит, то вам должны предоставить, скажем, за вашу квартиру, рыночную стоимость этого жилья, либо предоставить какое-то другое жилье. Ну, минус есть в том, что вам предоставят жилье, скажем, которое строится где-то, не там, где вы хотите. Но, тем не менее, без жилья вы не останетесь. Что касается сдачи в аренду, то это однозначно доход. Это коммерция, это где-то бизнес. И с него надо платить налоги с этого бизнеса? Ну, у нас налог стандартный 13%, но аренда пока у нас уходит от налога. Понятно. У нас пока тоже. Надежда, скажите, пожалуйста, а меня интересует вопрос вот и наших зрителей для людей, которые живут за границей, и у которых осталось какое-то жилье, которое они не приватизировали. Каким образом им надо действовать, если они, да, хотят его приватизировать? А в их ситуации, наверное, это необходимо сделать, чтобы не потерять его? Конечно. Я бы воспользовалась однозначно такой ситуацией. На самом деле ничего сложного нет. Можно, не выезжая из страны, давать доверенность на риэлтора или на знакомого, который здесь есть, скажем, в городе, и приватизировать это жилье. Нюанс только один. Поскольку требуется много справок для того, чтобы приватизировать жилье, конечно, желательно, чтобы это была чистая история, в том плане, что человек, который прописан с 91-го, 2-го года в этом жилье, ну, скажем так, перемещался по городу, может быть, но не выезжал за пределы, потому что собрать справки некоторые весьма затруднительно. В этом смысле по доверенности можно все легко сделать. Дорегистрировать эту собственность, и потом уже можете распоряжаться ею, как хотите. Ну, нюанс еще в доверенностях, потому что в разных странах либо доверенности берутся от нотариуса, либо доверенности делаются в консульстве. Ну, понятно, это уже юридическая особенность. Скажите, то есть, если я вас правильно понял, то есть можно дать доверенность, скажем, на юридическое лицо, вот, допустим, на такую компанию, так скажем, ваша, и вы беретесь все сделать, весь комплекс услуг? Лучше на физическое лицо, которое работает в юридическом. Ну, на работника, да, на работника этой компании, потому что могут быть всевозможные там нюансы, которые необходимо обязательно отработать. Скажите, а обращаются к вам из рубежа? Много у вас таких обращений? Да, конечно. Какого типа жилье в основном приватизируют? Вы знаете, либо комнату в коммунальной квартире, либо квартиру целиком. Либо две квартиры, бывает и такое. Обращаются, либо оставляют эти квартиры в управлении, после того, как приватизируем, либо продаем, если такая необходимость нужна человеку, скажем, который имеет собственность. А вот скажите, пожалуйста, из вашего же ответа у меня возник вопрос. Имеет ли смысл оставлять квартиру, то есть приватизировать и оставить квартиру в Петербурге, и, скажем, ее сдавать? То есть это целесообразно с экономической точки зрения? Ну, прямое отношение к вашей передаче «Как делать деньги» это относится. Потому что, на самом деле, чаще всего жилье оставляют именно для того, чтобы сдавать в аренду. Именно для того, чтобы получать доход с этого жилья. Есть нюанс при продаже недвижимости. Поскольку человек, живущий больше 183 дней за границей, является уже не резидентом, то налог на с продажи, скажем, довольно высокий. Это 30%. А, то есть, получается, если я вас правильно понял, человек, который хочет продать квартиру, ему нужно на какое-то время вернуться в Россию, чтобы стать резидентом, и тогда у него будет меньше налог? Ну, получается так. Это при условии, что он гражданин России, да? А, конечно. А если не гражданин, то это не имеет значения? Однозначно, нет, однозначно налог 30%. А для граждан сколько? А для граждан России, если они проживали за границей, меньше 183 дней, они могут продать эту квартиру. Но, вы же понимаете, когда вы ее приватизировали, и сколько вы там проживаете, это весьма сложно уловить. Если вы только приватизировали, только что, выехали туда, после приватизации, скажем, не прошло 183 дней, то тогда вы еще можете надеяться на то, что 13% налога. То есть, интересно, как бы игра стоит свечи. Вот эти вот нюансы необходимо знать и проконсультироваться со специалистами, иначе можно как бы попасть на ненужные расходы. Я правильно понимаю вас? Однозначно. То есть, я так понимаю, что в процессе оформления там тоже есть подводные камни, которые необходимо учитывать, и которые нужно просто знать. Ну, риелтор это знает однозначно, поэтому мой совет обращаться к риелторам и обсуждать различные схемы в этом вопросе. То есть, я как бы немножко переведу на человеческий понятный язык то, что вы сказали. То есть, дорогие друзья, если вы хотите продать квартиру, приватизировать квартиру и продать ее в России, в Санкт-Петербурге или где-нибудь еще, то имеет смысл обратиться к риелтору, заплатить какие-то деньги, но при этом вы можете сэкономить гораздо больше на налогах и на прочих расходах. Я правильно понял вас? Правильно. Интересно. Совершенно. А вы мне не ответили, много ли обращаются к вам из-за рубежа? Много обращаются? Много. Люди, живущие в различных странах, и в Австралии, и в Америке, и в Канаде, и в Германии, и в Израиле. Очень много. Надь, я хотел в заключении такой задать вопрос, немножко каверзный. А вы не могли бы рассказать, ну, буквально очень коротко, о каких-то вот интересных приобретениях, последних? Может быть, какая-то супердорогая недвижимость, или, может быть, какие-то там дворцы там, или наоборот, что-то очень дешевое? Какие-нибудь такие яркие примеры? Яркий пример, один из последних, пожалуй, вот такой вот. То есть, пример не из интернета, а из жизни? Женщина, которая живет в другой стране, не буду называть в какой, приобретает довольно успешно небольшие объекты, небольшие, подчеркиваю, значит, не очень дорогие, делает их коммерческими, то есть, переводит из жилого в нежилой фонд, аренда в этом случае дороже стоит, значительно доход больше получается. И таким образом она практически делает деньги постоянно, то есть, она, сдавая одно помещение, получая доход, приобретает на эти деньги другое помещение, вот на сегодняшний день, я знаю, что у нее в обороте 6 объектов коммерческого значения. То есть, это типа магазина, коммерческого значения, это типа магазинов каких-то складов? Да, это салоны, какие-то услуги, либо магазины продуктовые, промтоварные. Скажите, а сложно перевести недвижимость из жилого фонда в нежилой, в коммерческий? Но сейчас у нас есть трудности в этом плане, потому что блочные дома, панельные блочные дома на сегодняшний день не подлежат пока переводу. Это затянулось довольно надолго, более полугода уже, мы не имеем никаких, скажем так, сведений по поводу того, будет ли продлен перевод, скажем, в нежилой фонд. Что касается Сталина, кирпичных домов, старого фонда, то это пока в работе, и все переводится. Замечательно. То есть, переводятся именно в основном первые этажи, да? То есть, чтобы можно было там открыть, сделать... Да, естественно. Первые этажи, либо вторые этажи, если первые этажи коммерческие, то возможно перевести второй этаж. То есть, вы эти услуги тоже оказываете по переводу недвижимости? Да, да, конечно. То есть, имеет смысл, допустим, имея квартиру в Петербурге, если она располагается где-нибудь на первом этаже, что раньше считалось колоссальнейшим недостатком, перевести ее в коммерческую недвижимость, и после этого сдавать под магазин, салон или что-нибудь еще. То есть, таким образом... Да, совершенно верно. Потому что сдавать ее под жилье... Если эта недвижимость находится на первой линии, не во дворах где-то в глухих, в маленьких, в гориках, может быть, закрытых, и то, если говорить про центр, то там все дворы практически заняты, даже дворы, даже вторые, третьи дворы заняты коммерцией. Интересно. И сдача коммерческой недвижимости дороже, да? Да. Значительно дороже. Скажите, пожалуйста, а есть какие-нибудь особые трудности, вот кроме тех, что вы сказали, для лиц, которые проживают за территорией Российской Федерации, в приобретении жилья? Сейчас я говорю не о приватизации, а приобретении жилья. Вот если я хочу, я иностранный гражданин, хочу купить в Санкт-Петербурге квартиру. Не дворец, там не дворец Ксишинской, а просто вот в пятиэтажке трехкомнатную квартиру. Александр, никаких препятствий. Покупаете сколько хотите объектов. Только были бы деньги, да? Конечно, конечно. Буквально в любой области, в любой сфере. Ясно. Вот мы коснулись интересной темы сегодня, именно вот коммерческое использование недвижимости. Я думаю, что это заинтересует наших зрителей. Ну и самое главное, что мы успокоились. Те люди, у которых еще остались неприватизированные квартиры, они могут спокойно, без суеты, заняться их приватизацией. Надежда, спасибо большое. Нам было очень интересно с вами поговорить. Я хотел бы продолжить эту тему, поговорить в следующий раз, может быть, о загородной недвижимости, о дачках каких-то недорогих, или наоборот дорогих, которые можно было бы приобрести в Санкт-Петербурге или где-нибудь в другом месте в Российской Федерации. А вас, дорогие зрители, я хочу предупредить, что если у вас возникли какие-то вопросы, то вы можете их задать либо прямо на нашем сайте под видео, которое вы сейчас посмотрели, либо перейдя по ссылке на сайт агентства недвижимости «Брокер Санкт-Петербург», который есть на нашем сайте, и задать онлайн все вопросы, которые вас интересуют, и я уверяю, вам помогут. Спасибо, Надь, всего доброго. До свидания. Александр, можно одну поправочку небольшую? Хоть две. Что-что? Брокер недвижимости агентства. Брокер недвижимость. Да, ну у нас так и написано. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вы были на канале Тон ТВ и смотрели программу «Как делать деньги». Субтитры создавал DimaTorzok